Субтитры создавал DimaTorzok Это нужно для того, чтобы мы стали добрее, лучше, а помыслы наши чище. Кому-то достаточно здоровой семьи, кому-то ясной погоды, а кому-то стабильной зарплаты. Мы искренне верим, что у нас еще есть идеалы. Мы любим рассуждать на эти темы. А между тем для нас постепенно становятся такими обыденными аварии, брошенные дети, наркомания. Преступления в СМИ сегодня стали формой развлечения. А в кино это основная тема для успеха. Мы становимся все более безразличными к бедам общества. Более того, для кого-то куда проще своровать, нахамить или даже убить, чем перекреститься в храме или похлопать в ладоши артистам. Одним из способов заставить общество все же встрепенуться и обратить внимание на эти проблемы является просветительская деятельность клубной системы, положительный опыт которой ныне сброшен в отвал истории. Пролеткультовцы, синеблузники, культпросветчики. Все это представители этапов мучительных бесконечных мытарств политических идеологов. Этот вечный поиск ноу-хау по закоулкам парадоксальной российской истории, это одержимое, порой неэффективное рытье нового источника влияния на массы, образовало глубокую воронку, обнажив изрядно подгнившие корни некогда великого русского древа культуры. Как результат, рекультивация испоганиной плодородной почвы теперь обойдется вложением огромных деньжищ и значительным сосредоточением мозговых ресурсов. Надо ли сегодня отдавать на откуп времени уже устоявшиеся методы передачи лучших традиций и сохранений своей идентичности в стремительной мировой интеграции? Надо ли уступать истинно народной, стойкой армии клубных подразделений сегодняшнему влиянию агрессивной, технократической и криминальной орды? Стоит ли требовать подряд у власти на оперативные действия по реанимации общечеловеческих ценностей? Система культпросвета была создана не по чьей-то прихоти, ее сформировала сама история в постиндустриальном СССР. В то время, когда руководство страны осознало последствия двух мировых войн, революции, гражданской войны и репрессии. Культура оказалась изгнанной, расстрелянной, разграбленной и униженной. Понимая, что с пустого места светлое будущее не увидеть, лучшие умы начали выстраивать систему, готовой вернуть утраченное, способную формировать целостную, гармонически развитую личность в процессе профессионального овладения богатством традиционной народной культуры. За короткий срок были построены десятки тысяч очагов культуры, клубы, библиотеки, музеи, через которые так или иначе прошел каждый человек, и государство наконец-то приобрело окончательный вид. Культпросвет никогда не являлся только машиной для пропаганды или инструментом продвижения талантов. Прежде всего, работники культуры, обучая человека различным видам творчества, выполняли и выполняют четко поставленный заказ государства, воспитание людей на лучших образцах многовековой культуры, его социального уклада и быта, поведения в обществе. Сегодняшние работники самой важной сферы являются продолжателями особой миссии своих предшественников. Ясно осознавая свое предназначение. Являясь посредником между властью и обществом, бизнесом и потребителем, производством и работодателем. Нет такой сферы деятельности, где бы не был отражен положительный эффект воздействия на человека народной памяти. Однако сегодня все чаще звучат предложения и даже требования о самофинансировании учреждений культуры самостоятельного поиска меценатов и спонсоров. Но клуб или музей всегда имел свою копейку. Ровно столько, насколько позволяло выполнение основной функции и состояния материально-технической базы. А для потенциальных спонсоров и меценатов пока еще не созданы условия для взаимовыгодных отношений. Подобные сотрудничества на сегодняшний день исключительная редкость. Дома культуры, библиотеки, архивы и музеи не оказывали и не должны оказывать услуги. Россия – это прежде всего провинция. Именно здесь сегодня работник культуры реанимирует увядающее древо великих традиций. Поэтому слухи о неизбежной гибели культуры вместе с ней в важной ее области социально-культурной деятельности под асфальтовым катком рыночной экономики оказались сильно преувеличенными. Вопреки мрачным прогнозам некоторых социологов, журналистов, культура живет, развивается и, как свидетельствует практика многих российских регионов, если ее орошать хотя бы изредка, даже прирастает местами, давая новые плоды для потомков. Характер деятельности домов культуры, клубов, библиотек и музеев в условиях включенности России в мировые процессы глобализации, когда развитие региональной культуры как источника и ретранслятора становится все более непредсказуемым, связан с функцией экологии культуры, сохранение ее в изначальной форме, принадлежности к традициям малой родины, сохранение нематериального культурного наследия, а также смягчение болезненной реакции человека на проявление жестокости внешнего мира и последствий реформ, латание дыр в образовании, истории и духовно-нравственном воспитании. Идет активная интеграция своей деятельности в современные процессы, происходящих в социальной сфере, активное участие в национальных проектах, тесное взаимодействие со всеми заинтересованными структурами для достижения общих целей – духовного здоровья человека, семьи, общества. Известно, что управлять народным творчеством – дело бесперспективное, но создавать условия для его развития – это задача, которая решается не только благодаря профессиональному творческому потенциалу работников культуры, но в значительной степени зависит от того, как к этой проблеме относятся органы власти и управление на местах. При многократно возросшей нагрузке и скудном финансировании успевает находить средства для латания дыр материально-технической базы, появляются новые экспонаты, шьются костюмы, закупаются современные инструменты и техника, книги и периодика, производится ремонт учреждения культуры. Люди света и радости за все время существования не ждали и не будут ждать приказов и указов. Имея в своем арсенале очень скромный базовый технический арсенал, каждый знает и решает те задачи, которые поставила сама история перед ними. Вооружив самым грозным оружием, любовью к своему отечеству. И нет сегодня другой силы, которая может противостоять напору чужеродной негативной среде и дать человеку понимание своего существования и предназначения. В России работнику культуры всегда было непросто жить и выполнять свою особую миссию. В разных слоях общества невероятно трудно найти людей, ясно осознающих значение национальной памяти. Каждый раз приходится вновь доказывать, что культурное наследие – это наше все. Это ДНК народа, национальная идея и надежный фундамент нерушимости любого государства. КОНЕЦ